Мы продолжаем. Это программа «Сумма мнений». Не так давно в Екатеринбурге в мэрии заявили, что в ближайшие два года, в 2015-2016, в это экономически непростое и нестабильное время, дадут зеленый свет киоскам, павильонам, палаткам, трейлерам, одним словом, нестационарным объектам торговли. Однако на практике пока получается по-другому. Больше сотни заявлений от бизнесменов на выделение участков под эти самые киоски лежит мертвым грузом в различных кабинетах. Почему так получается? Каким киоскам в ближайшее время придется сказать «до свидания»? Кто и что продает в киосках и палатках, и кто контролирует такую торговлю? Обо всем этом будем говорить сегодня с нашими гостями. С удовольствием представляю у нас в студии Елена Викторовна Чернышова, председатель комитета по товарному рынку администрации Екатеринбурга. Елена Викторовна, здравствуйте. И Владимир Михайлович Лобок, президент Фонда развития предпринимательства Ассоциации малого бизнеса. Здравствуйте. Прежде чем начать разговор, хочется предложить всем телезрителям поучаствовать в голосовании у нас на сайте. Сегодня мы спрашиваем, а вам нужны киоски в Екатеринбурге? Как обычно, есть три варианта ответов. Да, это возможность купить что-либо по дороге. Нет, все можно купить в супермаркете, и мне все равно. Елена Викторовна, возвращаясь к вот этой парадоксальной ситуации. С одной стороны, вроде бы зеленый свет, киоски, пожалуйста, это ваше время. С другой стороны, вот эти заявления на участке, которые лежат и не обрабатываются. Почему так происходит? Значит, с 1 марта 2015 года вступила в силу новая редакция земельного кодекса Российской Федерации, которая для размещения нестационарных объектов торговых приняла такую норму, что нестационарные объекты могут размещаться на основании схемы размещения нестационарных торговых объектов. И поставил точку законодатель в этом вопросе. Не проговорив дальше, а как быть, если на один и тот же адрес хотят установиться два предпринимателя с одинаковой специализацией, с одинаковой аукционов. Вот совершенно верно. Мы, как органы местного самоуправления, к сожалению, не можем принять какой-либо правовой акт и ликвидировать этот пробел в законодательстве. Поэтому мы ожидаем, что либо правительство Российской Федерации, либо субъект Федерации сделают дополнение к уже существующим правовым актам, которые разъяснят механизм выбора из всех желающих занять какое-либо место. И второй момент, на который мне бы хотелось обратить внимание... А как долго ждать вот этого решения? К сожалению, не могу ответить на ваш вопрос, как долго придется нам этого ждать. Хотелось бы надеяться, чтобы это было недолго. Буквально полторы недели назад, вернее, даже, наверное, уже две недели назад Росреестр взял на себя инициативу и провел круглый стол с участниками этого процесса. То есть там были и представители администрации городов, и представители прокуратуры. Мы обсуждали между собой этот вопрос, как быть хотя бы, пока не приняты необходимые правовые акты. И было обращение к представителям из Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области, чтобы они инициировали на уровне правительства Свердловской области принятие каких-то дополнений, поправок в порядок размещения нестационарных объектов, которые бы кроме правил составления схемы размещения прописал и правила их размещения. Поэтому не могу сказать, как скоро это случится. – Владимир Михайлович, почему вообще в кризис, ну вот есть такое представление, что киоски, павильоны могут как-то, не знаю, стать такой антикризисной мерой, могут как-то помочь в чем-то сэкономить потребителю. Почему это антикризисное решение, киоск? – Ну киоск получается, вот если несколько лет назад обсуждали эту тему, возникала такая проблема, что до нескольких десятков процентов киосков в Екатеринбурге, в отдельных районах, это была незаконная предпринимательская деятельность. И получается, вот как бы проблема, что не создаются необходимые условия для законной предпринимательской деятельности, они существуют. И есть разрыв законодательства, и федеральное законодательство, законодательство как бы государственное, и то, что могут принимать органы местного самоправления. – А вы можете лоббировать интересы бизнесменов и как-то содействовать принятию таких решений? – Лоббирование можно заниматься, но у нас получается накладывается и вот эта кризисная ситуация, и у нас получаются вот эти объекты инстанциональной торговли, они не столько нужны сейчас, наверное, для удешевления продуктов, товаров, там каких-то еще что-то, а сколько для, по сути дела, обеспечения просто самозанятости предпринимательства и людей там работающих. Потому что проблема, когда уже в городе Екатеринбурге действительно серьезная цифра безработных начинает формироваться, процент незанятого населения, получается, впервые за, не знаю, за сколько, почти за 10 лет у нас начала действительно официально безработица. При этом надо понимать, что у нас же скрыто безработица достаточно много, и очень много людей, которые работают неофициально. И получается, вот в нашей ситуации сейчас, развитие объектов инстанциональной торговли, Это новые рабочие места. Это да, это рабочие места и самозанятость. Не столько источник доходов для бюджетов даже, а для того, чтобы хотя бы... А для бизнесманов-то это интересный бизнес или нет? Ну вот, я поставлю киоск и буду торговать овощами. Это, наверное, так, что если будут действительно созданы условия для нормальной конкуренции и добросовестной предпринимательской деятельности. Потому что, когда вдруг вот рядом киоск, который не зарегистрирован, стоит, да, и там не платятся налоги, а здесь, значит, вот ты хочешь легитимно работать, ты не можешь, потому что вот эти вот объекты инстанциональной торговли, которые работают нелегитимно, их никто не проверяет, их проверить, они нигде на учете не стоят. И понятно, конкурентное преимущество имеют как раз вот эти вот объекты, которые работают незаконно, занимаются нелегитимно. Но их проверяют, вы проводите рейды. Я дополню, Владимир Михайлович, с 20 марта этого года вступила новая норма кодекса административного правонарушения в действии, в соответствии с которой за незаконное занятие земельного участка штраф минимальный установлен 100 тысяч рублей для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Для физических лиц, как правило, незаконно занимает земельный участок, они стараются подставить физическое лицо, никак не зарегистрированное ПЛО, там штраф от 5 до 10 тысяч. Если сравнивать с тем, что есть сейчас, 500 рублей тысяча, это, конечно, очень ощутимо. Это начнет работать. Я помню, что вы приходили к нам в студию, рассказывали про таких птиц и феникс, а-ля птиц и феникс, киоски, которые возрождаются после очередных закрытий. В прошлом году мы за весь год вынесли 587 объектов. Уже за три месяца этого года около 60 объектов вынесли. И то есть, ну, к счастью, я, конечно, может быть, позлорадствую немножко, но, к счастью, сейчас такой высокий штраф, что я очень надеюсь, будет невыгодно заниматься этим бизнесом незаконным. Выносите только тех, кто незаконно работает, или продолжается вот эта компания по ликвидации непрезентабельных павильонов, киосков, которые портят лицо Екатеринбурга, лицо городских улиц? Нет, вот то, что касается непрезентабельности, мы последние 4, даже, наверное, больше 4 лет не составляем никаких графиков реконструкции. Мы убираем только те объекты, которые незаконно занимают земельные участки на территории города. А киоски, которые сейчас расположены и торгуют на привокзальной площади у нас, они законно работают? Там есть как законные, так и незаконные объекты. Но, тем не менее, была информация, что никаких киосков, ни одного не останется к 9 мая. Да, не останется, совершенно верно, все верно говорите. Так и будет. Все эти киоски выведут? Да. Как? Как жизнь мы будем без этих киосков? Ой, я вас умыла. Приходите, пожалуйста, в магазины приобретать товары, где, по крайней мере, вы можете предъявить кому-то претензии по качеству, по культуре обслуживания. В киоске, ну, зачастую так бывает, вы не всегда можете этого сделать. И вот еще дополняет то, что уже сказала Владимир Михайлович. Вы понимаете, иметь один киоск, ну, невозможно рассчитывать на прибыль, тем более быструю прибыль. Должна быть сеть. Тогда, возможно, экономический эффект от установки этих нестационарных объектов, он будет иметь место. Сейчас ведь есть много ограничений, да. 100 метров от школы табачными изделиями торговать нельзя. В киоске торговать табачными изделиями нельзя. Пивом торговать нельзя. Именно поэтому предприниматели ищут различные пути обхода, чтобы в павильоне, который традиционно на остановке общественного транспорта занимался продажей продуктов питания, организуют предприятия общественного питания. Отдельные органы по сертификации у нас даже заканивают эту деятельность. Получается, что в павильоне, где даже элементарно нет условий для того, чтобы вывывать руки, у нас может быть предприятие общественного питания. То есть все это сказывается в конечном услуге на качестве услуги, на потребителей, которые совершенно не гарантированы от получения некачественной услуги. Елена Викторовна, тогда если составить такой антирейтинг, черный хит-парад нарушений, которые чаще всего мы встречаем в такой торговле в нестационарных объектах, это что? Принято считать, что это обсчет, обвешивание? Совершенно верно. Но здесь я бы на первое место, наверное, поставила незаконная предпринимательская деятельность, которая очень сильно прав, Владимир Михайлович, бьет по законной предпринимательской деятельности. То есть они ставят буквально объекты там, где уже наработанный трафик, и это первая проблема. Почему я называю ее первой? Потому что во время кризиса, мне кажется, все-таки это самая главная проблема, потому что страдает население, которое должно получать пенсию, пособия различные, уменьшается поступление в бюджет. То есть думать о том, что это головная боль каких-то бизнесменов, а тебя как потребителя не касается, нельзя. Это нельзя, особенно в это время. На втором месте я бы поставила обсчет-обвес, это однозначно. И на третье место я бы поставила некачественную услугу. То есть вы не можете получить безопасность услуги. В интернете по поводу обсчета-обвеса, шутка есть такая грустная, гуляет в интернете. Продавцу в киоске можно не платить, он сам заработает. Вот как раз вторая, третья, обвес, обсчет и качество обслуживания в значительной степени связана как раз с первым, с незаконной примальской действием. Там, где ведется бизнес незаконно, продавец, он считает, имеет морально право обвесить и положить себе что-то в карман. Вот и все. Владимир Михайлович, вы сами что-то приобретаете в киосках? В павильонах, трейлерах, палатках, что угодно? Свежий укропчик к салату? Да, практически нет. Ничего? Нет. Елена Викторовна, может быть, где-то по дороге? Нет, никогда. Принципиально, вы не будете ничего? Принципиально, я не буду покупать. Вам жизненно необходима газета, вы идете мимо киоски Роспечати, вы не будете покупать ее? Газета мне жизненно необходима бывает, редко нужна, поскольку я активный пользователь интернета, и там можно прочитать все, что угодно. Но, пожалуй, только мороженое. Мороженое могу себе позволить приобрести в киоски. Все другое нет, к сожалению или к счастью. Но здесь опять связано с тем, если я, допустим, езжу за рулем автомобиля, мне проще в торговую цену заехать. Почему в киосках-то приобретают группу товаров, овощи, лук, картофель, то, что на самом деле проще по дороге домой купить, пару килограммов, и легко донести до дома. Вот что возникает. А еще у нас очень хорошо развиты услуги интернет-торговли. И вот услуговые киоски, а где, извините, отремонтируют каблук, где сделают какой-нибудь дубликат ключей потерянных, ну и прочее. Я немножко развею ваш оптимизм на эту тему. Если покупаем обувь за 600 рублей в магазинах различных сетей, то мы пойдем ремонтировать ее за 400 рублей? Вряд ли. Мы пойдем за новой парой за 600 рублей. Я предлагаю сейчас прерваться, посмотреть опрос. Мы спрашивали сегодня екатеринбуржцев на улицах города, а пользуются ли они услугами нестационарных объектов торговли, то есть тех самых киосков, и что именно они в них покупают. Смотрим опросы, продолжаем разговор. Практически нет. Предпочитаю продуктовые магазины. Нет, не покупаю. В магазинах только. Нет, заходим. Ну, за шоколадками. Покупаю журналы. Раньше газеты покупал. Сейчас только журналы. Глянцевые. А продуктовые киоски, если это овощи и фрукты, да, можем покупать. Журналы, газеты в Союзпечати, да, тоже покупаем. А так в магазинах. А покупаю все, что необходимо. Например, вот недавно шурму взял в киоске. В сигаретах. На этом все. В киосках. В Союзпечати покупаю. Газету. Вот такую сегодня купил. Нет. В магазинах покупаю только в магазине. В киосках ничего. Погреться, если только захожу, так иногда. Больше. Я вообще противник этого самого киосков. В эфире этого программа «Сумма мнений». Говорим о киосках, павильонах, палатках. Одним словом, о нестационарных объектах торговли. Елена Викторовна, ваши единомышленники в опросе были? Да, вы ездили проводили опрос, но прям вот да. Прям в душу попало. А я вам другую историю расскажу. На ЖБИ была история. Несколько лет назад жители буквально встали на баррикады, защищая свой киоск, который хотели убрать, ликвидировать. Там продавали выпечку. Ну, очень вкусную выпечку. Полрайона ходили конкретно в этот киоск. А где это такой объект был? Ну, вот был на ЖБИ такой киоск с выпечкой. И когда возник вопрос о том, что его могут убрать, ликвидировать, жители собирали подписи и собрали этих подписей при огромнейшее количество, и киоск от свой отстояли. Так что вот такие еще истории бывают. Чужие-то они, не знаю. Бывают. Владимир Михайлович, хочется спросить. Вас для производителей насколько выгодно, насколько это интересно реализовывать товар через киоски? Не заключать договор с крупной сетью и не платить, не знаю, ну вот с точки зрения бизнеса, насколько выгоднее сеть своих киосков и, пожалуйста, молоко, хлеб, мясо, что угодно? Ну, получается так, с киосками, наверное, товаропроизводитель, как с сетью у него работать не получается. Потому что сетей киосочных, которые могли бы действительно на регулярной основе определенный объем какой-то продукции получать и гарантировать оплату, наверное, их нет. Тем более, опять-таки, опять мы здесь возвращаемся к тому, что если эти киоски работают на полулегальном положении, гарантии даже по оплате поставленной продукции, они достаточно ничтожны. Запросто можно не заплатить или, допустим, что называется, кинуть. Поэтому работа с торговыми сетями, она должна по умолчанию быть выгоднее. Но зайти в торговые сети, конечно же, туда сложнее. И как бы есть, когда и кто-то уже зашел, есть схемы, при которых просто кто-то и знает, что... А если ты лучше производишь и готов по более низкой цене свой качественный товар предлагать? Здесь возникают такие вещи, что в каких-то сетях без отката денег кому-то зайти-то невозможно получается. А если мы говорим про нашего производителя, который с трудом там что-то там у себя, в детском фермерском хозяйстве даже делает, то у него денег-то на откат денег-то нет. Частую получается. То есть вот даже такие вещи существуют. А без отката никак не зайти. То есть в целом вот все, что мы говорим, на самом деле это вопросы присутствия или отсутствия действительно реальных рыночных отношений. Рыночных отношений, они реально нормально тогда, когда принято, общепринято соблюдать законодательство, а не жить по понятиям, как у нас вообще принято. Мы живем по понятиям везде. И поэтому, когда у нас вот рядом, это же театр абсурда, вот объекты этой нестационарной торговли. Три объекта незаконных, один законный. Рядом возникает еще конкурентная ситуация, не очень приятная. Вот этот, который законно занимается, его же выдавливают тут же, точно так же. И у нас нет цивилизованных рыночных отношений, при которых общепринято соблюдать законодательство. А по-вашему, что должно случиться, чтобы изменить эту ситуацию и жить по цивилизованным рыночным отношениям? На самом деле, это тривиально, очень просто. Нужно создавать условия законодательно-нормативно-регулированные такие, при которых было бы в определенной степени выгодно платить налоги, а не платить налоги. И сейчас у нас в малом бизнесе, до 80-90% малого бизнеса, они работают серыми схемами, серыми зарплатами и так далее. Но и не потому, что хотят, а потому, что невозможно. А как платить налоги, Елена Викторовна, если вы рассказываете, что цены на аренду в этом году выросли где-то аж в 4 раза? Вот, пожалуйста, про это расскажите. Прежде чем этот вопрос пообсуждать, я еще дополню Владимира Михайловича. И не все производители могут выполнить условия. Даже примем, что у нас нормальная рыночная ситуация, у нас нет вот этих откатов, у нас нет бонусов за полку и все прочее. Не все производители могут обеспечить объем заявки ежедневно, стабильный, так, чтобы потребитель каждый день на полке видел этот товар. Это тоже проблема. Ну а теперь, что касается налогов. Знаете, в условиях, когда в стране такая экономическая ситуация, я понимаю, что это безнравственно говорить о повышении каких-то арендных плат, но, к сожалению, это случилось с 1 января 2015 года. Я надеюсь, что все-таки здравый смысл восторжествует и будет принят правовой акт, который вернет ставки аренды в прежнее русло. Мы уже от имени администрации города обратились с этой просьбой, чтобы вернуть ставки арендных плат. А чьим решением аренда подорожала? Коэффициент по постановлению правительства Свердловской области был поднят для нестационарных объектов, поэтому поднялась такая арендная плата. Но вот, вы знаете, я тоже как бы и за то, чтобы помочь бизнесу, и все-таки еще вот хотелось бы на одну вещь обратить внимание. То есть не всегда наш предприниматель тоже и сам считает свои затраты, да, потому что, ну, когда было все хорошо, да, не обращали внимания на какие-то вещи там, ну, какие-то закупки делали. Может быть, их можно было и не делать. Сейчас, когда наступил кризис, я от одного из руководителей предприятия услышала очень хорошую фразу. Он говорит, я наконец-то начал смотреть на свои затраты. Мне очень понравилась эта фраза. То есть научились считать все. И мы, потребители, покупатели, ищем, где дешевле товар. И предприниматели тоже научились считать. Возвращаясь к вот этой программе-курсу по ликвидации незаконных киосков или вот там каких-то некрасивых на вокзале. Почему на привокзальной площади убирают киоски? Привокзальная площадь... И где еще уйдут? Каким еще киоскам, скажем, до свидания? Да, ОАО РЖД заключили договор с Министерством по управлению государственного имущества Свердловской области. Этот земельный участок передан им в пользование. Именно поэтому все законные объекты, которые ранее имели договоры, эти договоры расторгнуты направлены на уведомление, потому что правообладатель земельного участка изменился. Соответственно, политика на том земельном участке, который на сегодняшний день является землепользованием РЖД, политику формирует РЖД. То есть это не благоустройство города к дню победы, к юбилею победы, а это изменившаяся ситуация по правообладателю. По правообладателю. Да, есть планы по реконструкции, по благоустройству. Ну, в общем, у них хорошие планы. И в планы по благоустройству киоски не вписываются? Нет, не вписываются. Мы собрали подборку, хотели показать телезрителям слайд. В Европе без киосков все-таки не обходятся, и от такой формы торговли отказываться не собираются. Продают все, что угодно. Ну, чаще всего, конечно, это все-таки пресса и периодика. Так или иначе, есть оригинальные формы, есть вполне себе стандартные формы этих самых киосков. За какими киосками будущее и вообще в будущем есть ли место нестационарным объектам торговли? А может быть, все место займут автоматы? Ведь сегодня даже линзы с раствором можно купить через автомат. Я уже не говорю про печенье, газировку и прочее. Ну, вот мы с вами слышали результаты опроса, да, и, наверное, покупатели сами ответили на ваш вопрос. То есть будущее за киосками по продаже печатной продукции, оно есть, потому что потребитель — это импульсный спрос. Я иду мимо, я увидела какой-то журнал, мне захотелось его купить. Однозначно останутся киоски по продаже мороженого, потому что в любом случае ребенок с родителями, гуляя по улице, попросит купить мороженое, и за этим не обязательно заходить в супермаркет там или просто в магазин у дома. Мне кажется, что останутся торговые объекты, но, скорее всего, в том виде, о котором говорите вы, в виде автоматов на остановках общественного транспорта. То есть они уже не будут использоваться как место, где можно погреться, и мы не будем видеть объявлений не заходить греться в павильон зимой. Скорее всего, появятся там автоматы, потому что на остановке сейчас априори нельзя продать алкогольную продукцию, ну, хотя табачные изделия в павильоне еще можно продать. Итак, печатная продукция, мороженое, остановочные комплексы, мне кажется, останутся. Ну и, пожалуй, что в жилых кварталах останутся еще киоски по продаже питьевой воды, потому что все-таки потребитель привык покупать воду бутилированную, и я думаю, что вот эти четыре категории, наверное, они останутся. Услуговые киоски, их нет вот в этой картине будущего. А что вы имеете в виду? Всевозможные мастерские. Мне кажется, нет, потому что все-таки экономика не позволит им выжить. Мне так кажется. Если они будут оказывать комплекс услуг в одном месте, ну, скорее, неправильно выражусь, наверное, скорее, как работает приемный пункт ремонта обуви, ключей, ремонта одежды, там, кожгалантерей, еще чего-то. То есть они как приемный пункт будут работать и отдавать куда-то на услугу, на изготовление, вернее, на исполнение эту услугу. Еще один вопрос уточняющий. Была информация о том, что может появиться единое требование, некие стандарты, стандартизированные требования к внешнему виду всех киосков, для того, чтобы они были какие-то единообразные и не нарушали облик города гармоничный тем самым. Вот это случится или не случится? Это случится по улицам особого градостроительного значения уже, скорее всего, к 2018 году. Речь идет об остановках общественного транспорта. То есть фактически эскизные решения по навесам пассажирским для остановок общественного транспорта уже есть. Механизм его реализации пока не могу сказать, поскольку мы его еще не обсуждали. Что касается других улиц, пока такого решения еще не принималось. Но я думаю, что все новое – это хорошо забытое старое. И мы можем просто в один прекрасный момент вернуться к тому, что делали раньше, когда каждые три года, четыре года, где-то пять лет составлялся некий график реконструкции объектов, которые уже морально устарели. На мой взгляд, привести к единому виду объекты во всех микрорайонах города – это, наверное, невозможно. И будет неправильно по той простой причине, что архитектуры разных районов, микрорайонов у нас разные. Спасибо большое, что нашли время, пришли к нам в студию. Предлагаю подвести итоги нашего голосования. Мы спрашивали, пользуются ли люди киосками, нужны ли киоски. Да, это возможность купить что-либо по дороге. 60% считает так. Нет, все можно купить в супермаркете. 30% и 10% ответили мне все равно. Мы продолжаем наш совместный проект с благотворителем фондом «Добрые сердца». На этой неделе героем нашего сюжета стал Ваня Шитяков. Малышу 11 месяцев, но он еще не держит голову, не фиксирует взгляд и не реагирует на маму. Из-за сложенных родов и гипоксии у ребенка атрофировалась часть клеток головного мозга. Но родители Вани верят, что ему можно помочь. Также считают и врачи в Итальянском исследовательском институте. Каждый из нас может поучаствовать в судьбе этого малыша. Что для этого нужно, узнаем из нашего сюжета. У меня на этом все. Увидимся в эфире ЕТВ. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok